Добрый вечер. В студии Евгений Кашевой и Валерий Житков. В эфире Чиста Ньюз. Коротко о главном. Курс доллара побил уже все психологические отметки и понемногу подбирается к физиологическим. В августе остаток средств в государственной казне составил вдвое меньше, чем год назад. Но так говорят пессимисты. Оптимисты считают, что в казне сейчас денег в два раза больше, чем будет в следующем году. Министерство образования подготовило законопроект об изменениях в украинском языке. Теперь правильно говорить не кафедра, а катедра, не лауреат, а лавреат и не эфир, а этер. Создается ощущение, что Андрей Порубий просто подстраивает украинский язык под себя. Ну что ж, в эфире Чиста Ньюз мы начинаем. Действующий президент Украины Петр Порошенко уже начал свою новую предвыборную кампанию. По всей стране уже можно увидеть вот такие билборды. Армия оборонить нашу землю, мова оборонить наше сердце, вира оборонить нашу душу. Это все, безусловно, важно, но можно ли дополнительно сообщить на плакатах, кто оборонить курс доллара и трассу Запорожье-Одесса, по которой мы недавно ехали в 12 часов. Помимо этого, также в рамках предвыборной кампании Петр Алексеевич заявил, что дал указание Министерству иностранных дел начать подготовку о расторжении, внимание, договора о дружбе с Россией. Очень своевременно, просто молниеносная реакция на события. 2014 год, начало войны, 2018, конец дружбы. Все дальше, Петр Алексеевич, разрыв отношений с Третьим Рейхом? Внесем Чингисхана в базу миротворец. Еще один кандидат Юлия Владимировна Тимошенко в случае избрания ее президентом пообещала представить план своих действий на первые 100 дней работы. Дальше цитата. «Якщо за 100 дней я отцегу не зарублю, то покладу ключи від банковой и пидур». Ну, во-первых, я не знал, что банковая закрывается на ключи, и странно, что до сих пор никто не сделал дубликат. Да. А во-вторых, лингвистические исследования показали, что из букв предложения «Через 100 дней я уйду с банковой» можно составить предложение «Я продам Рошен». Ну и в целом, Юлия Владимировна, давайте будем честными. Неужели вы думаете, что 100 дней хватит? Просто минимум две недели вы будете отмечать, правильно? Правильно. Потом сразу майские. Это еще неделя вылетит. Давайте вот пока не поздно заложим хотя бы 150 дней, чтобы потом не говорить, что не хватило. Еще один кандидат в президенты Анатолий Гриценко выступил за запрет политической рекламы во время предвыборной кампании. Что ж, очень хитрый ход – отменить рекламу для всех, хотя денег на нее не хватает только у тебя. Новым лидером ДНР стал Дмитрий Трапезников, который в свое время был менеджером футбольного клуба «Шахтер». Учитывая предыдущий опыт Трапезникова, можно ожидать появления в ДНР новых министров – бразильцев. И если они будут хорошо справляться со своими обязанностями, то их будут продавать в правительство других европейских стран, но уже подороже. Продолжим. Жители столицы до сих пор переживают последствия ливней, прошедших несколько недель назад. Такого потопа киевляне не припомнят с советских времен. За несколько минут ливня подземные паркинги стали отводными, а стихийная торговля в переходах стала еще более стихийной. Откуда столько воды? Версия первая. Выяснилось, что тарифы на воду в Киеве последние три года были явно завышены, и коммунальщики просто решили вернуть нам ту воду, за которую мы переплатили. Версия вторая, внешнеполитическая. За дождями в Киеве кто-то стоит. И не только в Киеве. В Москве на закрытии чемпионата мира по футболу тоже внезапно пошел ливень, и как-то странно, что все оказались к нему не готовы, а один как будто ждал. Что же касается все-таки Киева, власти города обещают, что такие потопы не повторятся, и проблема с дождями будет решена в течение трех месяцев. Где-то к декабрю. А может даже и раньше, вдруг морозы в ноябре начнутся. Движемся дальше. Виталий Кличко открыл в Киеве умную школу, на строительство которой было потрачено приблизительно 70 миллионов гривен. Хочется надеяться, что дети, которые закончат эту умную школу, поймут, что лучше не вкладывать все бюджетные деньги в одну школу, а поделить на несколько. Сообщается, что температура в новой школе будет регулироваться автоматически. Хотим заметить, что в других, не таких умных школах, температура регулируется природой. Если тепло, то тепло. Да. Радует то, что Виталий Кличко сделал это не в рамках политической агитации. Мы точно знаем, что школьники не смогут за него проголосовать. Другой вопрос, знает ли об этом Виталий Владимирович. А продолжит школьную тему наш традиционный хит-парад неудачников, который сегодня мы хотим посвятить началу нового учебного года. Это событие очень важное для всех школьников. К нему обязательно готовятся, украшают классы. И на третьем месте у нас парень, для которого такая задача оказалась слишком сложной. Да, если класс не удалось украсить, то его хотя бы нужно помыть. И на втором месте школьник, который подошел к этому заданию творчески и решил сделать из обычной уборки настоящее шоу. Но самое главное событие учебного года – это бесспорная торжественная линейка, которая обязательно должна надолго остаться в памяти у каждого ученика. На первом месте организаторы, которые сделали все возможное для этого. Праздничная пятерка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учебе. Аплодисменты! Да, судя по всему, мечты об отличной учебе так и останутся мечтами. Мы благодарим всех участников нашего хит-парада и желаем им удачи, она им точно пригодится. Вот и все на сегодня. Это была программа «Чисто Ньюз». А мы с вами встретимся уже в четверг, сразу после вечернего выпуска ТСН. До свидания. Берегите себя. Аплодисменты! Аплодисменты!